Всем привет! Сегодня среда, группа, бальные танцы, Newcomer и с вами я, Вадим Кулаков. Что ж, мы обязательно потанцуем сегодня по традиции два танца. Какие конкретные я расскажу с радостью чуть позже. Ну а пока мы начнем с разминки голова. И в сторону. Вперед-назер. Круг. В одну сторону. К другу. Плечи. Молодцы. Назад. Тоже самое вперед. Пардом назад. Вперед. Дальше. Логти. Дальше. Отсюда. Поднять внутрь. Отсюда. Хорошо, грудная клетка Вперед, назад Вперед, назад Вперед, назад Вперед, назад И стороны в сторону Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь Поточек Вперед, в сторону Назад, в сторону Вперед, в сторону Назад, в сторону Круг Молодцы. По точкам в другую. Вперед. В сторону. Назад. В сторону. В сторону. В сторону. В сторону. В сторону. В сторону. Молодцы. Отлично. Вверху. Руку в одну сторону. В другую. Восьмерка. Обращай. Хорошо. Стопы коней. Вот. Себя. Себе. Другой. От себя. Себе. Себе. И подъемы наверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Быстрее. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Ну и постояли немножко в другую. Стоим. Стоим. Сбросили. Молодцы. Хорошо. Что ж. Первый наш танец на сегодня это танец джайкс. Помните в последний раз, когда мы с вами непосредственно танцевали, мы разбирали, что джайк может быть прыжковый, может быть свинговый. Да, мы сегодня еще раз с вами обратим больше внимания именно на свинговый джайкс и потанцуем одну очень красивую фигуру под названием American Speed. Кто хорошо знает английский, знает, что спин это некое вращение. Соответственно, мы не только просто потанцуем, да, что называется красивый свинговый танец, но еще и поворачаем. Но для начала давайте вспомним нашу основную фигуру, которую мы танцевали. Да, базовый шаг. Мы двигались с вами назад, вернуться, точка, приставка, шаг, точка, приставка, шаг. И снова назад, вернуться, точка, приставка, шаг, точка, приставка, шаг. Вспомнили? Смотрите. Теперь, в любом случае, несмотря на то, что мы танцуем свинговый джайкс, и музыка очень похожая, да, на такую, ну, я не побоюсь это, да, что-то есть такое джазовое, тёпка, рок-н-ролльное, да. Так вот, во всех, например, на таких музыкальных стилях, музыкальных направлениях, у нас музыкальные акценты приходятся на каждый четный счет. То есть это 2, 4, 6 и 8. Что нам нужно делать в эти счета? Нам нужно делать акцент вниз в наших коленках. Стой, чтобы это выглядело так. Даже если мы начинаем назад, 1, 2, 3 и 4, идем через низ, 3 и 4. И снова, 1, 2, приседаем, 3, опустились через низ, 3, 4. И снова, 1, 2, 3, 4, 3, 4. И снова, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Есть? Давайте попробуем музыку. И раз, два, три, четыре, три, четыре. Раз, два, три, четыре, три, четыре. Раз, два, четыре, три, четыре. Раз, два, четыре, три, четыре. Получается? Хорошо, молодцы. Мы еще обязательно потанцуем музыку. Ну что ж, и та фигура, которую я хотел сегодня с вами выучить, как я уже говорил, она называется Амяника Спин. Но нам вот эта вот самая техника, о которой мы только что говорили, в нем очень важна, потому что она нам будет помогать, собственно, вращаться. Что мы будем делать? Шаги будут очень похожи на те же самые. Ну, я сейчас специально достал немножко подиагональкой, чтобы вам было понятно. Мы будем уже их танцевать не из стороны в сторону, а по сути назад вперед. То есть, что с вами будет происходить? Да, я сначала детонку хочу. То есть, мы начинаем как обычно. Раз, два. Но далее, да, во время того самого как раз подъема, еще раз, раз, два, я опустился. Когда я буду подниматься, я буду немножко поворачиваться, соответственно, к вам одной стороной. Специально, почему я сказал, покажу в диагональ, чтобы было видно. Я сейчас буду двигаться не в сторону, а вперед. Но, как бы боком. Три и четыре. И далее, во время подъема, я буду свою сторону поворачивать и делать поворот на практически сто восемьдесят пятусов. Потому что на 360. Да, и двигаться назад, но стороной. Три и четыре. Еще раз. Получается, я иду назад, вниз, наверх и поверну с одной стороны. Иду боком, но по направлению вперед. Три и четыре. И во время подъема начинаю себя поворачивать. Три и четыре. Угу. Есть маленькое уточнение. Если вдруг у вас, когда вы будете пробовать это движение, не получается за один раз, даже с использованием подъема колен, повернуться полностью по 360. Вспоминайте, да? Два шаги, точка, приставка, шаг. Да? Точка, приставка, шаг. Так вот, вот именно здесь вы можете разделить весь свой поворот на эти шаги. То есть, получится таким образом. Раз, два, три и четыре. Я присел, поднимаюсь. Три и... И потом сделаю шаг назад. Четыре. Понятно? Да? Еще раз назад. То есть, раз, два. На первом шоссе я двигаюсь, а на втором я нужно как бы танцевать на месте и помогать себе поворачиваться на точке приставки. И отхожу только, собственно, уже на шаге. Угу. Понятно? Давайте попробуем соединить. У нас получится. Мы будем танцевать два основных шага из второй стороны. Раз, два, три, четыре, три, четыре. Второй раз. Раз, два, три, четыре, три, четыре. Теперь мы будем танцевать американский спец, но друг к другу. Раз, два. Вспоминайте, вы поворачиваете стороны. Три, четыре. Поворот. Назад. Три, четыре. И снова. Раз, второй раз. Американский спец. Три, четыре. Три, четыре. Угу. Понятно? Давайте еще разок закрепим. Два основных шага. Раз. Акцент. Два. Три, вниз, четыре. Три, вниз, четыре. Второй. Раз. Три, четыре. Три, четыре. Американский спец. Раз, два. Подъемом поворачиваются вперед. Три, четыре. Присели. Поворачиваются. Три, четыре. И второй раз. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Есть? Давайте попробуем музыку. Приготовились. Пять, шесть. Пять, шесть, семь, четыре. Раз, два, четыре. Три, четыре. Раз, два, четыре. Три, четыре. Поворот. Американский спин. Второй раз. Три, четыре. Три, четыре. И сначала. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Американский спин. Три, четыре. Три, четыре. Три, четыре. Три, четыре. Есть. Ну и если вдруг вы помните, что мы танцевали буквально пару недель назад в джайме, то у нас были кики. В принципе, если вы танцевали и повторяли, вы можете сюда, в принципе, добавить. И получится очень красивая вариация, что вы танцуете сразу после второго поворота еще немного кипов. То есть получится примерно так. Вы танцуете последний поворот. Три, четыре. Три, четыре. И сразу на месте, лицом, начинаете танцевать кипы. И здесь, в принципе, вы можете танцевать сколько угодно. Сколько ваше душевство, знаете, заблагорассудится даже с таким акцентом. Да, чем-то похоже на линди-хоп, если вдруг вы смотрите и занимаетесь с Никитой Васильковым. Да, тоже очень многие элементы можно комбинировать. Что ж, давайте еще разок соединим все вместе. Два основных, два спин-поворота. И закончим киками. Поехали. Раз, два, три, четыре, три, четыре. Второй раз. Три, четыре, три, четыре. Вперед, три, четыре, три, четыре. Второй раз. Три, четыре, и киките. Раз, два. И уже прям до, собственно, окончания мелодии. Молодцы, отлично. Ну что ж, а нам пора двигаться дальше. И второй танец, если вдруг кто-то уже угадал музыку, то это будет танец танго. Но для начала, чтобы настроиться, давайте вспомним, чем танго отличается вообще от всех остальных танцев европейской программы. Да? Ну, музыка нам, в принципе, подсказывает. Да? Какое-то острое, резанное звучание, отбивающее нам ритм. Да? То есть, это первое, что мы с вами должны показать. Но если мы говорим о словах острое, режущее, да, то, соответственно, мы это примерно должны этот характер отобразить в своем теле. Первое мы с вами это отображаем, вспоминайте, да, это в наших коленях. То есть, мы с вами принимаем положение полуприседа, да, и вот из этого положения уже с вами не выходят. То есть, дальше я буду танцевать все в этом состоянии. Угу. Окей. Да, это первое. Второе, это наша, опять же, позиция рука. Если мы в вальсе держали руку таким образом, то здесь мы уже рисуем уголок, немножко замок у нас будет опущен. То есть, ну, не прям совсем на уровне, да, но чуть выше, да, то есть на уровне глаз. Но, чтобы вот этот угол уже был совсем поострее такой, если я встал к вам в променадную позицию, да, такая довольно угрожающая. То есть, не просто такая большая, а такая сугрозная. Угу. Ну, и чтобы немножко настроиться, переключиться от джейва, давайте вспомним наш основной шаг, как они бы танцевали. Мы двигались с вами вперед. Быстро, быстро, медленно приставши назад. Быстро, быстро, медленно. Быстро, быстро, медленно. Быстро, быстро, медленно. Положение головы, да, напоминаем, что у нас, не важно партнер или партнерша, голова чуть-чуть влево. Угу. То есть, мы не смотрим по прямой, значит, мы будем смотреть друг другу в глаза, в глаза. Она близкого состояния, это не очень удобно, не очень комфортно, поэтому чуть-чуть влево. Угу. Приготовились. Еще разок. Получается быстро, быстро, медленно. Быстро, быстро, медленно. Уровень не меняем, то есть я не поднимаюсь нигде, да, а все время танцем на одном и том же уровне. Давайте попробуем музыку. И быстро, быстро, медленно. Быстро, быстро, медленно. Быстро, быстро, медленно. Быстро, быстро, медленно. Быстро, быстро. Быстро, быстро, медленно. Быстро, быстро, медленно. Быстро, быстро, медленно. Прекрасно? Хорошо. Что ж, сегодня я снова для вас подготовил. Очень вкусное и очень красивое движение. Она называется open fan. Что мы будем делать? Нам снова понадобится с вами променадная позиция. Вспоминайте, что это. То есть то, в позициях, в которой мы с вами начинали, это закрытая позиция. И голова влево. Когда мы выходим в променадную позицию, что у нас происходит? У нас плечи, например, остаются в одном направлении. То есть если относительно экрана делать это сейчас, то плечи у нас с вами останутся на экран. А стопы мы сейчас развернем в ту сторону. Соответственно, туда же развернется наша голова. И туда же развернутся наши чуть-чуть додушки. Плечи останутся. Для чего? Для того, чтобы мы теперь шли туда. Вот даже так. Но важно, чтобы мы не так шли, а именно в таком положении. Чтобы тело оставалось, как говорится, с партнером. Какая-то часть. Давайте сначала вспомним, что мы делаем. Мы танцевали с вами быстро, быстро, медленно. Двигались назад. Быстро, быстро. Дальше мы не делали приставку. И медленно мы раскрывались в променад. Медленно. То есть раскрывались. Поворачиваем из променадной позиции. Дальше мы будем делать с вами один шаг. Медленно. Дальше мы с вами танцуем еще один шаг. Через ногу небольшой. Быстро. Ставим приставку. Быстро. И делаем шаг в сторону. Медленно. Напоминаю, это все находится на том уровне. Ноги остаются раскрыты. Далее мы с вами танцуем очень красивый, но должен быть повесткий элемент. Такой. Медленно. Да? То есть вспоминайте. Медленно это два счета. Соответственно мы делаем это. Квык. Или раз. И два выдерживаем палубы. Угу. Давайте еще разок. Получается квадрат. Быстро, быстро, медленно. Напоминаю. Быстро, быстро, медленно. Раскрылись. Стопаем, нажимаем поворачиваю. Один шаг. Медленно. Быстро, быстро. То есть закрываем все высходное положение. Медленно. Есть. Теперь только нога. Медленно. Молодцы. И дальше самое интересное. На этом плоском уровне мы идем шаг вперед. Быстро. Точка в сторону. Быстро. Шаг на крест. Быстро. Быстро. Молодцы. И заканчиваем вторая половина квадрата. Быстро, быстро, медленно. Давайте еще разок повторим. Квадрат. Быстро, быстро, медленно. Быстро, быстро. Проминент. Медленно. Быстро, быстро, медленно. Молодцы. Медленно. И снова шаг. Быстро, 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 медленно. Запомнили? Давайте попробуем музыку. Приготовились. Семь, восемь. И быстро, быстро, медленно. Быстро, быстро, медленно. Медленно. Быстро, быстро, медленно. Быстро, 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 медленно. Получилось? Хорошо. Теперь, сейчас невозможно кто-то обратил внимание, что я поставил руку на пояс. Здесь как раз вариантов может быть много. Она по сути, эта вариация может танцеваться как партнером, так и партнершей. На вот руках может быть разной. То есть, если девочки танцуете вы, вы можете положить ее, соответственно, на бедро, но сзади. Если кладет в партнер, он как бы кладет наоборот спереди. Тоже создавая острый уголок, но при этом пока спереди, а не как будто он что-то более подчеркивает какую-то часть своего тела. Наоборот, как будто у нее там, не знаю, пистолет, как вариант. Что, давайте попробуем еще раз, но уже с рукой. Где у нас это было, да? Мы вышли с вами в променад, шли медленно, здесь еще держали ее закрытой. Быстро, быстро, и здесь мы делали медленно, подчеркивали свою позицию. Эта рука у нас в этом нет опустится. И медленно. Да, взгляд, мы потом здесь снова переведем, соответственно, вместе с ногой. То есть, мы открылись. Медленно. И медленно. И дальше пойдем быстро, 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 медленно. Запомнили? Давайте один раз медленно, а потом все в музыку. С самого начала. Быстро, быстро, медленно. Быстро, быстро, променад. Медленно. Быстро, быстро, медленно. И медленно. Быстро, 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 медленно. Запомнили? Давайте в музыку. Секунду. Она просто закончилась, и мы уже под новую как раз с вами танцуем. Приготовились. Напоминаю, колени мягкие. Маневр оставим голову чуть влево. Позицию чуть-чуть поострее. Приготовились. И быстро-быстро-медленно, быстро-быстро-правильно. Медленно, быстро-быстро-медленно. Медленно, быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-медленно. Сначала быстро-быстро-медленно, быстро-быстро-правильно. Медленно, быстро-быстро-медленно, медленно. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-медленно. Получается? Если вы обратили внимание, голова тоже должна работать остро. То есть это не медленный фуару, а это именно акцентировать переход из одной позиции в другую. То есть если бы у меня были волосы, они бы там развивались. Но их уже, к сожалению, нет. Ибо уже лето, и можно поменять прическу. Что ж, давайте еще разок. И на этом подведем итог. Приготовились. 7, 8. И быстро-быстро-медленно, быстро-быстро-прямимо. Медленно, быстро-быстро-медленно. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-медленно. Молодцы! Ну что ж, это была группа Newcomer, с вами был я, Вадим Калахов, мы с вами танцевали сегодня, напоминаю, два танца, это был джайв и танго. В джайве мы изучили прекрасную фигуру американской, где мы с вами вращались, танго, кто запомнил? Правильно, это был OpenFan. Ну что ж, танцуйте, наслаждайтесь, смотрите наше видео, танцуйте вместе с нами, я надеюсь, мы уже совсем скоро сможем потанцевать уже не в режиме оффлайна. Ну а пока, рад был быть с вами, до новых встреч, пока-пока.